Почему Ил-2 называли летающим танком? К началу Второй мировой самолёту Ильюшина не было равных. Лишь он мог атаковать на бреющем полёте и наносить колоссальный урон противника. В те годы для корпусов самолётов использовали бюджет. Это делало лётчика уязвимым на малых высотах. Ильюшин создал штурмовик, в котором броня стала каркасом самолёта, выдерживался баланс между скоростью, манёвренностью, защитой и вооружённостью. Боевой опыт показал нужные доработки. Добавили место для стрелка, прикрывающего машину сзади, улучшили двигатель. Илы использовали особый боевой порядок — воздушную карусель, позволявшую самолётам защищать друг друга. Ил-2 стал самым массовым военным самолётом, удобным в сборке, выполнявшим широкий круг боевых задач, выручавшим, когда не хватало артиллерии и танков. Сталинград, Курская дуга, битва за Герлин, везде Ил-2 приближал победу. Субтитры подогнал «Симон»!